Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать загадочную мелодию в стиле Палас, Кубиц и других. Также покажу плагины, которые они используют для написания своих мелодий. Расскажу про фишки, особенности. Погнали! Идеальный BPM для таких типов мелодий это в районе 130-145. Итак, что касаемо инструментов. Конкретно Палас раньше для своих мелодий очень часто использовал Амнисферу. В последнее же время он использует часто живые инструменты, а именно библиотеки для контакта, всяческие скрипки, гитары. Но главный критерий ко всем этим звукам это то, что они не должны быть яркими. Я взял вот такую акустическую гитару. Мелодия у нас будет в тональности A-sharp minor. Так, и давайте пропишем аккорды. Вот, у нас будет только два этих аккорда. Но теперь поднимем средние ноты на актову вверх. И теперь нажмем Alt-A. Настроим вот здесь таким образом арпежиатор. Time Mool ставим вот так посередине. Gate на полную. И давайте послушаем. И теперь во втором такте я продлю все ноты вот таким образом. И сокращу последние ноты, чтобы они не выпирали. И все, и теперь мы это все дублируем до 8 тактов и рандомизируем velocity. И вот такой простой паттерн получается. И одна из особенностей таких типов мелодий, что инструментов может быть много, но каждый из них имеет максимально простой паттерн. Как вот здесь, например. Но это не все, что мы делаем с гитарой. Отправляем ее на первый канал в микшере и накидываем Half-Time. А, да, и поднимем на актову вверх. И теперь мы вот это записываем в Edison. Все, записали, обрезали как надо. И теперь мы вытаскиваем вот таким образом его на плейлист. Заходим в его настройки и реверсируем его. Так, и теперь я его разрежу вот так пополам. И вторую часть перенесу в начало, а первую часть поставлю после него. И теперь мы его отправляем на первый канал микшера, где убираем Half-Time и накидываем эквалайзер и ревер. И вот только теперь у нас гитара готова, и мы приступаем к следующему инструменту. А это у нас Soft Piano из Labs. Вот такое приятное пианино. И здесь мы тоже пропишем аккорды, но не совсем простые. Вот, это наши базовые аккорды, и что я с ними делаю? Во-первых, подниму средние ноты на октаву вверх. И теперь вот эти аккорды я дублирую на две октавы вверх. И дублируем до восьми тактов, и рандомизируем велости. Опять-таки же, касаемо особенностей таких типов мелодий, паттерн простой. Все, и остается у нас последний инструмент, тоже Labs Resonator Music Box. И паттерн тоже максимально простой. Вот такие четыре ноты, только последнюю ноту я смещу немного вот так, для эффекта струмайза. Вот, все, идеально. И дублируем. Все, и теперь, что остается сделать, это вот этот паттерн сплетануть. И здесь у нас очень много вариантов для развития. То есть, можем вот этот сэмпл, например, пичить вверх или вниз в каких-то моментах, убирать аккорды, убирать колокольчик. Так, ну и теперь про обработки. На гитару мы накидывали эквалайзер. Срезал много верха, чтобы создать ощущение на английском. Такие типы мелодий называются Dark. И чтобы создать вот это ощущение, то есть, темные мелодии, мы срезаем вверх. Вот, и низ убираем мусор. И для атмосферы накидываем ревера. Тем более, что этот инструмент я хочу ввести куда-то на задний план. Идем дальше. Пианино. Только эквалайзер. А ревер я накрутил в самом синтезаторе. Вот, и на мюзикбокс я накинул эквалайзер, где срезал низ и ревер. В итоге получается атмосферная, загадочная мелодия. Главное соблюдать принцип, что желательно больше инструментов, но у каждого простой паттерн. И это, можно сказать, формула по созданию вот таких типов мелодий. Ну и все, друзья. Надеюсь, я вам чем-то сегодня помог. Но еще один совет, который я вам могу дать по построению мелодий, это заполняйте сначала атмосферу. То есть, например, вы можете на заднем плане прописать какое-то пианино, потом, может, какую-то скрипку и увести это все в ревер. И потом уже, когда вы заложили основу, взять какой-то плотный жирный звук и прописать главную мелодию. Ну а так, все, друзья. Если ролик был полезен, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.